всем привет настал день доставать ключи которые уронили сюда вот сюда и он их сосал в промежуточный бачок ну судя по всему так сказал мужчина из соседнего цеха что когда он стоял вагоне он уронил туда ключи специалку они у него упали вот он думал что так встанут когда здесь была налита синюха убит а когда он смыл то их всосало все-таки промежуточный бачок вот он так рассказал вчера когда я снимал у вас вагона я его трес всяко мне показалось что ничего там нет я сегодня вот принес вот он на стенде то есть привезли его вчера я сегодня принес этот пассажку вот я наверное сейчас его подключу провода с пассажки открою либо эту шибер сброс или пошли вверх пуска и попробую двумя способами либо проволоку такую взял с собой я на кстати пробую его жесткой проволоку оттуда достать если получится либо магнитом кстати магнит где-то тут бушлате магнит и он вот либо намотаю на проволоку магнит сумму через пуска шибер и попробую смагнитить но архиз водичка ребят я вчера ходил на митинг а там а там вчера наливали ладно шучу я вчера был на на корпоративе ну как небольшой корпоратив у нас был сегодня у меня такой сушняк простите пожалуйста ну я немножко вот вчера отдохнул и не повторяете ошибок прежних для того чтобы нам открыть шиберную что нужно правильно воздух даже если он выключен выключен до розетки тут висят вот она вилка даже если он выключит там есть остаточный воздух я в прошлый раз вот не подцепил шланг раз сюда можно у меня как тут заплясал я его бедного ловил ухты вот так вот даже я сколько там там воздуху немного давайте сразу заведем пусть накачает давление накачает так что не завел не завелся в давлении наверно накачать а не буду пока заводить сейчас провод подсыпку с ложку откроем шибер сброса посмотрим что там я опять фонарик забыл я сегодня сегодня забудчик перепутчик после вчерашнего так сразу щелкнул то есть как бы в норме в норме ну давайте откроем шибер да эй я не то хотел нажать козел не то я хотел нажать еще и наплевал нам тут сейчас поищу тряпочку надо вытереть чем-то а тряпочки нет а вот прошлого раза же бумага осталось даже просто раз здесь бумажку то брал этот датчик давление чистил гад налили тут налили впитывает лежит так эту сдуру посовку выдернул так пишет что в норме вот открыли сейчас она открытая ага так судя по всему в уголке ничего нет сейчас попробуем проволоку возьмем нет там ничего я уверен что здесь здесь ничего нет но проволока я поковырял нет там ничего честно так чашку сняли давайте управление а ну да вот сброса нет не надо нам вот пуска сброс команды не надо делать то опять сейчас нажму чего-нибудь насчет плеваться здесь так я нажимаю кнопочку мы открываем шибер и оставляем в этом положении ну чё я ничего не вижу там ах ты гад смотреть да не видно ничего кстати смотрите шибер закреплен только на один болт а может он перепутал может это не этот вагон был ладно сейчас попробую проволокой проволокой или магнитиком так-то у него цикл срабатывает полностью нормально раз плюется раз плюется хотя в ремонте записали некорректная работа я подумал что из-за ключей сейчас посмотрим нет там ничего там пусто я что так он он крючочек сделал небольшой что так что так ну целая специалка ключи там 3 3 грамм к там сложил все равно почувствовалось но ничего нет абсолютно ничего а некорректная работа писали скорее всего потому что от качественной магистрали были заморожены он опять давление нагнетал в баке я плюнуть не мог ну пусто или он вагон перепутал или все-таки эти ключи чудесным образом выплюнуло в магистраль ну хотя маловероятно чтобы вот такого типа унитаз целую специалку ключи и всосал и выплюнул наверное наверно наверно вагон перепутал хотя как он мог перепутать этот раз на спросили же его снять что там будут что-то пенить на полу и он так сказал мне что он говорил что там где говорит унитаз вы снимали я там пенил ну ключи блин по крайней мере бачок пустой может здесь все-таки в уголке сидят ну как сидят я же поворачивал его я же отсюда этот шибер открывал тоже проволокой смотрел там видно было бы сразу нет ничего там сейчас значит что сделаю сейчас соберу его на место все поставлю залью его биатолом ну там конечно же сзади уголок так здесь черт вот поставлю и несколько раз посмывая посмотрим как будет работать если будет плеваться и и содержимое в чаши откачивать нормально то значит что все хорошо ключи значит у него каким-то образом улетели в магистраль может он с ними попрощаться ну что закрепили 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 какая прелесть у меня такой сушняк с утра это вы не подумайте это я вчера песни пел от того какая прелесть какой рах и вкусный воду я не стал подсыпать чисто сейчас биатолу налью посмывая сначала прелесть пойдем за биатолом ребята знаете что хочу сказать когда вам на работу на смену ложитесь спать пораньше вот что я хочу сказать не делайте глупых поступков и ошибок нет конечно есть можно да там немножко расслабиться вот сегодня например с утра у нас нет никакой беготни вот там на парке вагон разломанный весь разморожены его консервацию не делали вернее заявку не сделали а воду слили ну мы конечно же свое оборудование там ничего не сливали все полопалось насос водяные на водяные насосы гидропневматический аккумулятор там все полопалось бойлеры либо лера нагреватели вот ребята туда ушли восстанавливать его я вот здесь сухости тепле при свете в комфорте вот поэтому вчера еще заранее знал что я буду здесь сегодня утром поэтому немножко позволил себе усугубить алкоголь и чуть-чуть ну чё проверяем так знаете что я вспомнил не усугубить а употребить есть я сегодня мы с ними и слова слова и мысли у меня как бы в голове летают сегодня так вот по ветру вот так вот и я сегодня путаю себя с утра еще не проснулся не проспался ну чё работает ведь это такой вот компрессор шумный работает а мы воздух наверно не сможем подцепить а нет сможем если конечно не потечет нет не сможем да бы конечно здесь другой съемка делать хотя вот там в вагоне он был вот так вставлен просто шланг в шланг ну там конечно и этот сам шланг был шире ладно давайте еще раз еще раз биатоличку нальем и посмотрим кстати на стенде куда плюется это не вниз а сейчас покажу вон гофрированная труба идет и вот сюда это канале общая канале в депо туда плюс грубо говоря вот здесь вот за стенкой еще какой-то отдельный цех а там то ли кто-нибудь там сейчас сидит то ли эти на унитазе думает о жизни а прекрасно и и вдруг выстрел такой в канале бабас и так выкачивает воздух из бачка теперь нагнетает воздух и выплевывает у нас хорошо плюнул аж даже вылетела все смотрите это же как надо пуляться то она хоть на меня не попала малыш как плюнул в бочку и он куда а я сначала не понял такую за трубу взялся думал где крышка то я касса выплюнул она вон валяется трубка забыла в нее вставлены капец это же как надо стреляться чтобы так пробило все кстати плотно вставляется то я бы сказал ну здесь вот так нет так дело не поедет так снова я достанем теперь она не достается как это сделал вот ставил листаль теперь не могу и засадить обратно все засадил так ладно как-то бы ее закрепить конечно чтобы она больше так не пулялась ниже раза два три еще надо проверить в общем видите пуляется хорошо стреляется классно значит никаких там ключей нет либо их выбило в магистраль либо он вагон точно перепутал я понимаю вакуумные туалеты которые тв-01 омега-4 они хорошо прям всасывают там прямо давление воздуха хорошее такое ну давление уху а здесь то нет ничего видите и проволокой поковырял и плюемся вот давайте за ней после их ах этот шумный компрессор ну видите как стреляет хорошо блин ну отлично стреляет нет там никаких ключ ключей явно бы не пулялся так хорошо в общем давайте еще раз сделаем медицинское заключение надо консилиум собрать всех хирургов терапевтов и не знаю кого там собирают как у них там происходит делать не делать операцию как как это не знаю напишите в комментариях как как там у нее же все равно как-то совещается прежде чем пациент делать какой-то диагноз но мы мое заключение таково что там нет никаких ключей там во-первых во-вторых если они даже бы и были бы их бы не смогло мне кажется выплюнуть в магистраль они бы все равно где-то застряли здесь здесь уголок раз второй уголок два потом третий уголок на выплю в 3 и в там в вагоне еще один уголок здесь стоит то есть я разбирал этот в вагоне тот посмотрел ничего нет здесь здесь тоже чего нет то есть однозначных ключей здесь нет плюется хорошо диагноз таков что этот терминатор целый унитаз так наверное все таки рома с текущего цеха перепутал вагон номер и рассказал мне не про тот что где-то он ключи уронил но есть одно но когда он не рассказывал что уронил ключи он не явно описывал вот именно тот вагон что вот где просили снять где пенили здесь вот непонятки и он номер вагона там нет и рассказал именно 24 527 и сказал что именно с нерабочей стороны где пенили где вас просили снять унитаз чтобы нам там было удобнее запенить и вот тогда типа он потом когда мы поставили на место унитаз он приходил вот уронил ключи нет ничего в общем я наверное сейчас пойду схожу на поиски ромы с текущего цеха тут рядом соседние здание недалеко если он еще здесь либо он на парку шоу очень я найду сейчас его мастера люди полу начальницу его спрошу и все-таки еще раз с ним переговорил может все-таки он вагон перепутал приглашу его сюда и еще раз покажу что все идеально пошел поискать ром в соседние здания решил вам заснять как в депуском отогревают вагон ресторан потом пришел неисправный из рейса у него здесь что-то по электрики сломалось ну именно что я не знаю но что-то здесь конкретная сломалась он перемерз в рейсе у него все перемерзли все трубы все оборудование вот его сейчас загнали на несколько дней сюда открыли двери у него торцевые а нет не открыли обычно двери торцевые открывают здесь вот работает такая вот воздушная печь вот она дует здесь теплый воздух до теплый воздух и отогревают вагон а раньше еще давным-давно это был цех вот именно здесь малярный здесь вагоны красили но сейчас на покраску вагоны угоняют в другое место здесь просто отогревается сливается у него вода там видно вон мокро и потом выгоняют уже на подъемке поднимают и проводят то 3 знаете где я нахожусь вот станция перим 2 это вот со станции когда ходишь видишь тут это здание окна вот теперь я на вас посмотрю как вы смотрите на здание на окна я из окна на вас ладно пойдемте искать рому соседние здания там я сейчас депо пройти все туда прямо и и через через один дом через одно здание зайти к текущему цеху поискать рому если конечно на месть не кажется он на парк уже ушел он ведь тут сыра все тает с вагона а может и он со шланга набежала пойдемте рому искать я значит такой зашел в цех ромке там не оказалось они все ушли на 91 состав на парк дулин идти туда конечно же далеко я такой у этого у них там короче ну не мастера как и короче главное какая-то там сидела я спросил номер телефона у ромки она мне дала все я такой ему звоню а у него нет моего номера то он так осторожно мне отвечает алё я им говорю здравствуйте это говорю соцопрос можете ответить там ну на несколько вопросов он такой а на какие я ему говорю как вы оцениваете работу сотрудников ржд он такой помолчал помолчал потом лёня как выпадет смеяться так что сначала видали как стреляется воздух ну короче сказал я ему сходил еще раз мы это самое вернее по телефону с ним поговорили он подтвердил что именно здесь именно в том вагоне именно вот здесь уронил ключи ну знаете когда мы с ним разговаривали я ему сказал что ничего нет и здесь не здесь все разбирал смотрел проволокой магнитом вот я кстати до этого не додумался он кстати вот подсказал такую идею говорит наверное все таки когда делали на какой-то станции оборота осенизацию но откачивали грубо говоря как наверное скорее всего они пролетели в магистраль где-то были и машины когда качали наверно засосала все таки ключи в бак я так вспомнил такую одну могу цепить ладно я вспомнила одну такую историю я один раз помню как-то из бака снимал трубу а там ну диаметр трубы наверно вот нет побольше чуть больше этой и там так уголок торчал тряпочки клетчатая такая материал такой был клетчатый я еще так посмотрел думал ладно типа такого же ключа взял за эту тряпку то начал тянуть я вытащил пол одеяла шерстяного как он там оказался на непонятно но мне потом как-то мужики кто у нас раньше работал говорили что когда забивает трубу машины качают могло и пролететь где куда-то пол куска одеяла туда прямо в бак неужели такое бывает как бывает что давайте собираться так вот это вот инструменты сегодня с собой не брал это все здесь находится запчасти мне не понадобились все работает и проволока мастер сказал проволоку не потерять она ему еще для каких-то целей нужно ну вот еще раз тут все закрепил а вот магнит кстати мой и вот я и заберу знаете чё я увидел знаете чё я увидел сейчас я варежку сниму в цехе когда ромку искал там не повстречался один электрик он по аккумулятором по батареям в вагонах гриша его зовут он так со мной здоровается и такой мне нюхает меня такой улыбается я говорю гриша прости я вчера на митинг ходил на какой игру против вакцинации вот так смотришь на меня да ладно ладно говорю я шучу ну вчера немножко корпоративчик сделали вот да конечно надо было его перед выходными делать но сегодня я дежурю сегодня я дежурю допоздна поэтому сегодня корпоратив никак сегодня у нас абакан перим состав придет и дай бог чтобы он целом пришел не поломан варежку ладно пойдемте в цех собираться ой в цех говорю в офис как-то в одном из видео меня спросили делаем ли мы кабаки делаем как видите производим ремонт он даже там пульт виднеется да я просто мимо шел думаю дай зайду посмотрю вот видите утечка на минус что мы можем сделать с ней мы можем найти нам нужный автомат так этот образователь посмотреть осталось ну значит приглашаем другой цех хотя погрев не работает работает там погрев здесь должна лампочка загореться видите вот диод не горит 220 вольт я не знаю чем стоит конечно ну там вентиляция работает значит 220 есть но на пульте диод не горит здесь даже запасная крышка лежит и ну вот вентиляция работает шумит если честно не увидел я есть там тассол или нет тассола тоже все так плачевном состоянии скорее всего тассола нет смотрите кран закрыт какого хрена и да он не работает вообще и план почему-то здесь перекрыт ну судя по пробирке так минимум есть ладно закрою обратно сейчас спрошу у мастера что он тут стоит этот вагон надо его делать или чё если надо делать то надо сейчас будет брать с собой инструменты херенты херенты ну цешку я имею ввиду смотреть почему так вот это вот тоже не дело вся клеммка в открытом виде от этого от вентилятора ну что это а если будет капать потолка замкнет же все капец сивка в тв че уже снял что ли а вот он точно фильтр чего его вагон занести или че мы решили это сделать прямо на перроне вопреки вопреки всему чтобы обеденное время провести побольше все все это можно все забирать почему я здесь с тобой эти веду видеофиксацию а чё там вакуумник не это не завелся ли он в ошибку ушел сейчас послушаем а двойка владивосток москва сегодня он не запросился до по ремонту хоть сегодня отдохнем от него затянул основательно ну почти основательно как так то как так то каждую смену запрашивался сегодня нет ну вот посадка высадка люди торопятся все ступы кого полиционеров ночи ты сегодня полно недоброжелатель что делал пассажиры да конечно тут не рыбачка же последнего вон там оцепка ну вот мусору сколько оставили за собой пассажиры а че не закрыл то в состав ты уже уехал все там не пройдем до через тоннель время обед не шипит середа слышишь не шипит говорю нормально который сейчас в раз да плохо мне верится что и 80 95 прям сразу и не в неисправность ушли мне кажется он не откачен хотя вчера его откачивали ну и плюс ко всему еще низкая температура его наверное только на зарядку поставили недавно завели здесь все обогревы всевозможные ну электротосольный пускай греет тихонько может быть отогреет вот здесь кстати наклейка туалет не исправят то он такой с рейса пришел что там написано наклейка что здесь значит проблему явно не унитазах с обоих сторон написали напарники там разбирают хотят почистить эти вот либо там сужи либо поплавки пойдемте поближе посмотрим что там поплавки поплавки все таки а чё думаешь если он если он заморожен проволоку то помоем не это не покажете ну давай попробуем проволока то жесткая надо какой-нибудь шланчик резиновый сейчас отказано я стопудово заморожен если он без зарядки стоял вчера его оттаивали ну как чё там торчит ему-то ну ну по названию чё там не торчит чего как нет мой лёд на лёд лёд чё не видишь да видно да куся чё он полный замороженный петров его не откачал вчера стопудово надо отмораживать его так что пусть до трех часов стоит так ну полдня постоит отморозится так попробует его потом отморозить откачать у нас гоняет по кругу трубка холодная пусть погреет чё после обеда приедет пусть так греет и вы с утра на зарядке стоит а ну туда пускай едет сейчас придем скажем это тут походу переусердствовали с заправкой водой со всех щелей потек снегоуборочные пригнали заправлять хотят в смысле заправлять хотят вот эти вот вагоны раз два три а снегоуборчные я к тому что это снегу снег убирать будут на путях вчера же снегопад был большой находясь на смене никогда не заикайтесь про проходящие поезда только я заикнулся и пожалуйста запросился из москвы в часу идет поезд проходящий сломался и плюс ко всему еще вечером запросился в одном составе два вагона сразу сломалось как раз я сегодня дежурив досталось мне сегодня по полной так это у нас что пришел это у нас санкт-петербург петербург-челябинск в общем мы чтинский еще не объявили чтинский прибудет на другой путь москва красноярск следующий мой идет тоже оттуда придет вот оттуда только на какой путь еще бы знать а в в в в в в в в в Субтитры подогнал «Симон» 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 не создает вакуум хорошо кому пришли к такому мнению что у нас ведь шибер сброса не закрыт и у нас с пульта не реагирует не закрывает не открывает заклинило и меняем шибер сброса я думаю что все заработает жарко вагоне теперь самое интересное самое интересное нет не так как бы отвертка в глаз себе вернее в бровь не зарядиться опять так шибер на унитаз починили хорошо что все получилось а вот во втором угоне он видите вот там проблема опять сам переморозилась трубка наверху в прошлый раз мы пара генераторами его серёгой мне с собой его нет да и нас куда-то покатили сейчас учусь или вот тебе с севера поезд едет наверно мы депо поехали не видно там ничего тремянка еще такая короткая так неудобно не лазить эти не получилось пробовали грелкой водичкой отогреть но там вверху давили а мне все на руку льется кипяток неудобно сколько-то отогрелась а больше не смогло пробовали обратно ставить трубку вакуумника она не продувается так пришлось за парогенератором идти сейчас наберу сюда кипяточку и вперед с песней вот такой была смена я уже собираюсь домой до чинил я состав ну вот сейчас который был собаканский он у нас здесь отстаиваться четыре часа и едет обратно время кстати 10 часов доходит вечера надо успеть на последний автобус последний вообще по моему поздно идет но насколько я помню в 10 часов был автобус и последний в полуденца но в полуденца то бывает и не приходит поэтому тащиться надо на 10 часов и прийти буквально заранее потому что бывает такое что еще автобусы приходят раньше минуты на три на пять бывало такое кстати я один раз так утром чуть не опоздал автобус все смена сегодня было я бы сказал не особо такая тяжелая но все же ремонт был как вы видели эти проходящие поезда мы уже они никогда никому не нравились проходить так они никогда никому не нравились проходящие поезда давайте скажем так в любом наверное городе скажут подразделение или в той компании или мои коллеги короче вот так проходящие поезда нет мне не нравится когда их ремонтируют когда они запрашивают ремонт этого вообще ну сегодня вот так получилось так здесь вот я я спутался что хотел сказать а ну да вот сегодня как бы это устал я этих поездов проходящих все выключил ты чаще хотел сказать который раз которую смену я ухожу мне попадается и монтировать терминатор когда это кончится это кошмар какой-то просто не знаю что делать я уже боюсь следующую смену выходить потому что я так понимаю этот терминатор опять по-новому ремонтировать короче ладно мне пора домой я уже он замочил сейчас дам на охрану ключик закрывается здесь везде камеру все фиксируется так что вот всем пока всем спасибо за просмотр вот вам не оставлю ребят кто-то смотрел или досматривать ролики до конца они у меня знаете не короткие бывает и по часу бывает даже больше где-то я может и бывает ну в нудным было может и нет там напишите в комментариях вот тем тем кто досматривает именно от начала до конца вы можете переводить знаю но тем кто досматривает от начала до конца вам вообще большое уважение большой респект значит вам интересно наблюдать как я работаю что у меня происходит вообще вот ну и тем кто обращает внимание даже чуть-чуть посмотрел начало или конец что-то написал какой документ и и вам тоже большое спасибо все-таки это какое-то внимание там проявляете это вообще как бы с вашей стороны это очень хорошо меня это все прямо рады и мотивирует ну а некоторые писали что длинные ролики даже лучше сходят чем короткие поэтому я решил в последнее время угодить своим зрителям и писать так сказать длинные ролики все хватит болтовни в подъезде с вами прощаюсь на этом наш ролик заканчивается сегодняшний впереди у меня два дня выходных ну следующий ролик через два дня ждите постараюсь что-нибудь поснимать разнообразные уже вот эти вот наверное терминаторы надо кучали не только мне ну и вам как зрителям больше наверно не буду снимать надоело надо снять что-то другое надо как-то отойти от тематики ремонт и что-то поснимать знаете наверно есть у меня одна идея я вам не буду сейчас анонсировать и сделаю и выложу оцените ну все всем пока всем до свидания с вами был я